Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале 13. Ознакомимся с главной темой сегодняшнего выпуска. В Совете Европы считают недостаточным соблюдение прав на смеши с Россией. Никол Пашинян окончательно превратился во второго Саркисяна. Продолжение следует... Пользоваться своими правами считают в Совете Европы. Также эксперты отмечают увеличение роста административной нагрузки на насмешиство, выделяют осложнения в получении финансирования из-за границы. В то же время в Комитете отмечают, что предпринимают меры по укреплению прав на смеши с Россией, однако они недостаточны. В частности, прилегается обеспечить условия для того, чтобы лица, принадлежащие коренным народам, могли сохранять и развивать свою культуру. Бриллиантовое кольцо жены экс-председателя правления Международного банка Азербайджана Джихангера Гаджиева стоимостью более 2,5 млн манатов было конфисковано британскими властями. Бриллиантовое кольцо жены экс-председателя правления Международного банка Азербайджана Джихангера Гаджиева стоимостью более 2,5 млн манатов было конфисковано британскими властями. Кольцо «Кортьер» в 8 каратов было куплено Гаджиевым 8 лет назад в известном лондонском универмаге «Хартс». Оно было изъято сотрудниками Национального уголовного агентства Великобритании, когда кольцо реставрировалось ювелирами. Агентство уверено, что источник финансов, потраченных на покупку данного ювелирного изделия, потребует дальнейшего расследования. Гаджиева была задержана в рамках впервые применяемого в Британии запроса о неясном происхождении состояния. Согласно запросу, она должна объяснить происхождение своих богатств. В команде Никола Пашиняна широко отметили его назначение на пост премьер-министра Армении. Газета «Грепарак», полагая, что новый парламент и новый премьер стали символами торжества, написала о застолье, организованном командой Пашиняна, и сравнила новые власти с режимом республиканской партии Армения. Эта заметка взбесила Пашиняна. В команде Никола Пашиняна широко отметили его назначение на пост премьер-министра Армении. Газета «Грепарак», полагая, что новый парламент и новый премьер стали символами торжества, написала о застолье, организованном командой Пашиняна, и сравнила новые власти с режимом республиканской партии Армения. Эта заметка взбесила Пашиняна, что стало ясно из его записи в Facebook. Он не только высказался в адрес издания, но фактически сознательно натравил своих фанатов в соцсети на журналистов. Подобное поведение премьера и его соратников стало уже нормой. Всего полтора года назад прыгавший по крышам гаражей с рупорами в руках и обладавший крохотным офисом партии «Люди» с мая прошлого года начали зажигать буржуйские кайфы и обходить республиканскую партию Армения по количеству застолий. В свое время принадлежащая Николу Пашиняну газета «Айкакан Жаманак» тоже постоянно обращалась к теме застолий Сержа Саркисяна и республиканцев со словами «Как можно пировать в бедной стране?» Теперь же партия нового премьера делает то же самое, но со скидкой на народ. Действия главы Армении настолько отличаются от его слов и так напоминают о том, что делали прежние власти, что у армян возникает чувство, державив всякий раз, как Никол открывает рот. Так же, как при Саркисяне, власти ограничиваются лишь обещаниями и лозунгами. Обманутому народу только и остается, как наблюдать за превращением их любимцев в призрак Саркисяна. США с помощью санкций не смогут заставить Россию отказаться от своей суверенной политики, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Россия надобить на США, чтобы введение санкций стало для них болезненными. США с помощью санкций не могут заставить Россию отказаться от своей суверенной политики, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Но несмотря на то, что США самая крупная в мире экономика, у них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики. Задействовав даже такой арсенал всевозможных ограничений, американцы с этой задачей не справились. Санкции же ничего не изменили. Точно так же, как и у нас, нет рычагов, способных заставить американцев отказаться от своей линии, сказал Песков. На сегодня все. Встретимся в следующем выпуске. Санкции